привет друзья это александр шметихин и спортак т.в. и мы продолжаем обзоры на велосипеды меридо 2021 года и сегодня мы хотим вам рассказать о велосипеде скульптура 7000 е и попросим пашу рассказать нам что есть хорошего в это что есть еда что есть что такое синтез еда от вас электрической шоссе ник ну точнее с трансмиссии до электроники то есть это не электро шоссе не хотя интересно было бы посмотреть что получилось бы у мериды в таком сегменте так как и байки сейчас вообще в принципе но развивается есть надо привести просто вот интересно было посмотреть именно вот на такую такого типа скульптуру ужас сосис там так называемым основная фишка данной модели это понятно группа ультегра d22 на 11 гидравлическая вообще плюсов электроники очень много таких как кастомизация опять же управление позволяет вам допустим даже вот даже условно говоря здесь если сейчас получится показать из обмотка не замотана даже у меня просто пистолета но тут да пожалуйста вот видите даже у пистолета есть еще дополнительный порт вот здесь провод подсоединен здесь еще есть порт можно вот например куда-нибудь в удобное место кто-то ставит по-разному но вот как правило вот в этом месте спринтерские кнопки еще ставят дополнительные можно вывести кнопки ассист и вот сюда если вы любите ездить в таком вот верхнем хватом как за хлебом вкладчик че кнопки поставили под обмотку либо на обмотку и вот у вас уже удобство это паша дополнительные конечно получается помимо вот основного нет смысле ты можешь управлять и вот как конечно отсюда и плюс дополнительным поставить да 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 это все дополнительное оборудование покупается ставится вот пожалуйста кнопки присоединяются спринтерские кнопки с кнопки сателлиты тут много чего можно придумать это я считаю самый такой один из основных плюсов ну помимо точности работы группы и так далее да это сколько она приятно переключается опять же про компоненты посадки много застрять внимание не буду все то же самое руль стандартный для этих шоссейников групповых вынос под сидел карбоновый седло вот это вот типа лайтовая облегченная и больше допустим поговорим непосредственно про трансмиссию про колеса поставили было бы удивительно если бы здесь стояла система такая же как на пятитысячном например здесь уже стоит ультегра с нормальным расчетом 52 36 почему говорю нормальным ну потому что большинство кто покупает все-таки шоссе не хотят кататься везде и запасом в основном все-таки катаются по равнению никто там не едет сразу же в горы а кто допустим хочет такими вещами заниматься они уже задачи ваются заменой кассеты ну там не некая уже переработка трансмиссии зависимости от того куда человек едет я считаю что в базе лучше иметь больше диапазона спереди 52 53 вот такие вот системы есть вот как раз стоит 52 36 ну при этом сзади мы имеем расчет на кассете 1130 опять же мое недовольство в том что компоненты 105 105 кассета стоит простая относительная цепь уровня опять же той же 105 почему велосипед блин дорогой на d2 ультегра а почему 105 компоненты замиксованы хочется все равно чего-то хочется чтобы было все одно к одному раз он на группу на группе ультегра идет но и опять же это мое мнение по тормозным диском у нас здесь тоже небольшие изменения положительную сторону стоят более дорогая версия их в отличие допустим от той же 5000 модели здесь уже с технологией стек так называемый роторы которые выполнены по технологии типа сэндвич принцип их какой у них алюминиевая пластина зажата между двумя остальными новость это так чисто схемой чисто на пальцах объяснить что дает самое главное охлаждение это отвод отвод тепла опять же все для отвода тепла сделано насколько это эффективно ну надо спрашивать тех кто допустим использовал шоссе такие диски но встречаются довольно часто на топовых шоссейниках стоят ротара xtr кстати говоря тоже 160 это еще не самые верхние немного слов про колеса но стоят так называемые пусть или будут начальные колеса у дт свис опять же их начальные колеса это таки это то же самое что топовый от мериды наверно по уровню исполнения плоские спицы минус некий если вам допустим случае поломки нужно их искать придется заказывать где-то но если на нужно срочно найти можно поставить любую прямую спицу и здесь имеет стандартное крепление обычно не пиля на 2 миллиметра но если хочется именно такую же то придется заказывать но спицы здесь до свои у них втулки на промах на заднем на задней втулке здесь по моему зацепление на собачках еще не храповик стоит не старый чат три собачки в зацеплении промах соответственно втулка спицовка прямая колеса под без камерку рассчитаны разумеется поэтому после покупки можно ставить резину которую хотите использовать там 28 30 32 кому чего смотря там для каких опять же цели где ездить и уже катать полноценно но не забываем про посадку да опять же выставить про которую вам нужно но и докупить все необходимые аксессуары есть опять же это требуется дополнительные какие-то кнопки и получать удовольствие ваша вопрос такой но просто нам часто задают может он такой маленько как это сказать дилетантский но тем не менее то есть что вот колеса под без камерку а завода идут с камерами то есть чем вопрос вопрос такое что во первых нет смысла заливать герметик завода вообще в самом деле действительно интересный вопрос можно просто их накачать и все распустит но зачастую велосипед это приезжать со спущенными колесами чего там такого нет не знаю то есть я думаю что просто дается право выбора определенная потому что например чтобы поставить без камерку нужно камеру просто достать и поставить ниппель человек который с этим никогда не сталкивался и не интересовался этим возможно столкнуться с некими вопросами по их эксплуатации все равно камера для массовости для большинства она понятнее то есть ну вот ну камера стоит 1 раз накачал как бы все нормально спуская начать это проколото вот про без камерку это все равно как правило кто-то где-то от кого-то услышал где-то прочитал изучил информацию ага это на то 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 пятое десятое все понятно и уже начинает человек думать там надо ему это или не надо поэтому это просто право выбора но на мой взгляд ну то есть это некая база хотите сделать его так хотите вот пожалуйста ну что паша спасибо тебе за информацию я считаю достаточно интересная информация друзья ну и вот такой велосипед у нас есть у него есть свои хорошие какие-то моменты но в целом тоже достаточно интересная модель в данном случае навеска продается все так можно сказать по сути такая же рама cf как у четырехтысячной пятитысячной версии только на электронике конечно восемь тысяч там и так далее уже будут отличаться уже рамой прежде всего ну и ценой ну и ценой да но они минимально будут уже на электронике ну вот такой велосипед наличие есть если вам это интересно успевайте друзья спасибо вам за внимание если у вас остались какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях пишите любые вопросы которые у вас есть по велотеме постараемся на них отвечать ну что всем спасибо за внимание всем пока я тест на вес модель скульптура 7000 и на наших весах показывают 8 килограмм 260 грамм у производителя заявлено 8040404 прошу заметить но наверное тоже дело в ростовке